Всем привет! Всем hello! И сегодня мы будем готовить что-то похожее на брауни. Я не знаю, получится или нет. Я нашла баночку какао, поэтому думаю, хочется чего-то шоколадного, потому что мы сладкоежки, поэтому будем сегодня пробовать что-то готовить. Такие вот дела. Будем готовить, чтобы чем-то заняться надо, потому что если я ничем не занимаюсь, я начинаю есть. А что я люблю, помимо того, кроме как кушать, конечно же, мне нравится в последнее время готовить. Ну, правда, не убирать потом кухню, но тем не менее, все равно готовить. И для рецепта нам понадобятся такие ингредиенты. Для рецепта нам понадобится 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 4 столовые ложки какао, 1 столовая ложка молока и 0,5 столовых ложки растительного масла. Также нам понадобится ванильный сахар 10 грамм и еще разрыхлитель 15 грамм. Плюс еще для вкуса нужно добавлять щепотку соли. Сейчас я приготовлю ингредиенты и начну готовить. У меня еще произошел небольшой казус. Я разбила яйцо прямо в каретки. Сейчас все отмывала, кошмар. Так что будьте аккуратны, когда достаете яйца из кареток и, в принципе, вообще, ну, будьте аккуратны, чтобы потом кухню не пришлось отмывать от нашего сегодня вот этого рецептика. И, в общем, сначала берем посуду, любую посуду, которая у вас есть. Обычно я замешиваю тесто именно в этой, потому что оно легко моется. В принципе, мне больше нравится в ней замешивать, ну, делать тесто, в общем. Так, в первом делу мы высыпаем стакан сахара. Далее в нашу мисочку я добавляю стакан молока. Нужно это все сейчас немножко перемешать и потом будем добавлять какао. Перемешивать я буду вот таким вот венчиком, а уж я всегда не перемешиваю. Но это я сделаю просто для того, чтобы немножко перемешать вот эту нашу массу, чтобы немножко даже сахар сварился. Вот. Мне нужно будет купить еще миксер, который специально, чтобы делать, я хочу попробовать, потом сделать еще, ну, вот, говорится там яйца, типа с сахаром как-то перемешиваются. Получается такая меренга или как-то ее так называют, очень интересненькая. Далее в наше тесто нужно добавить 4 столовые ложки какао. И потихонечку добавляем все это и перемешиваем. Главное, чтобы не оставались комочки. За этим нужно следить, поэтому, возможно, даже можно будет и просеять это какао, как мы делаем с мукой. Так как я добавляю ложки с горочкой, поэтому я добавлю все-таки 3 ложки какао вместо 4, потому что у меня действительно ложка получается с горочкой. У меня получилась вот такая вот смесь. Сейчас я разделю ее на две части. В нашу смесь я добавляю 2 яйца. И все это хорошенько размешаю. После того, как размешали наше тесто, я добавлю щепотку соли. Ну, то есть буквально соль вот на кончике ложечки для усиления вкуса. Далее в наше тесто я добавляю стакан муки. Обязательно муку просею, чтобы не было у меня комочков. Обычно таким способом примерно так же готовятся и бисквиты для шоколадных тортов. Как-то раз мы с мамой делали такой тортик, получился такой, ну, достаточно интересненький. Ну, можно даже вот так. Далее я добавляю пакетик разрыхлителя для теста. У меня 12 грамм. Так. Ой. И ванильный сахар. Вот такой вот у меня. Все это перемешаем и продолжим. Добавляю сюда стакан растительного масла в наше тесто. Далее в наше тесто я добавляю полстакана растительного масла. И все тщательно так же это все я перемешиваю. Смазнули сливочным маслом нашу формочку. Сейчас буду переливать туда тесто. Тесто, которое мы добавляли яйцо и так далее. Выпекала я наше брауни при 180 градусах 20 минут. Далее мы соединяем обе части и ставим в духовку еще минут на 5 до полной готовности. Такой вот а-ля брауни у меня получилось. Я решила его вот так украсить немножечко ягодкой маниккой. И так же у меня были кокосовые чипсы, но они по вкусу были безвкусные и похожи на кокосовую стружку. Поэтому я решила украсить именно так, чтобы было как-то посимпотнее. И чем-то напоминает мне гриб мухомор. По вкусу еще не пробовали. Потом приедут родители и мы его порежем. Они смеются, все говорят, вот ты приучаешь нас, Кристина, в своей готовке, а потом уедешь учиться, и что мы будем без себя делать и так далее. Но мне вообще, если честно, результат очень нравится. Хотя я, когда вытаскивала, немножко уронила. Не уронила, а разломила его случайно. Вот я показываю надломы, где у меня были. Но из-за того, что сверху крем у меня не сильно, как сказать, пропекся, то есть остался таким заварным какао, скажем так. Заварной крем из какао. То я сверху просто помазала его, и трещин даже и незаметный, если честно. Но результат вот такой достаточно очень красивый выглядит. Выглядит очень замечательно. И мне бы хотелось сделать даже такой на Новый год. Как будто бы имбирный пряничек такой напоминает мне. Такой шоколадный имбирный пряничек. Ну вот и всё. Мы с вами приготовили такое интересное, замечательное брауни. Ну, а-ля брауни. Проверка рецепта из интернета. Я думаю, что она удалась. Потому что брауни действительно получился очень вкусным, очень таким сочным. Дальше я покажу его вблизи. Какая у него текстура. Когда мы будем пить чай. Также я вам советую всем делать именно такой брауни. Потому что он получается очень интересный. А брауни, кстати, я читала в интернете. Типа, американский десерт. Бывают трёх видов виде кекса. И ещё там другие. Но я виде кекса только запомнила, если честно. И не знаю даже на что похожи мой брауни. И вообще можно ли назвать это брауни. Или это может просто кекс. Потому что брауни в моём понимании, да. Да, действительно, некий такой шоколадный кекс. Но он мягкий. И когда его разламываешь, оттуда должен вытекать шоколад. Но, возможно, я ошибаюсь. Так что, если вы знаете точно, пишите в комментарии. Также, если вы проверяли этот же рецепт, можете тоже написать, понравилось вам или нет. И до новых встреч. Всем goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok